Хоббс и Шоу Обвинил некоторых коллег мужского пола В трусости и непрофессионализме Хотя мужики просто могли встретиться И все перетереть с глазу на глаз Я рассказывал своему приятелю на прошлой неделе Эй, лысый хуй Ты охренел сцены со мной вырезать Тебя спросить забыл, индеец бройлерный Подсидеть меня решил Хрен получится Я этот говносериал годами высирал Не для того, чтобы какой-то хуй пыжило На все готовое прискакал Так что забирай этого пловца английского И пиздуйте по холодку оба Без вас как-нибудь девятый форсаж обстряпаем А без моей лысой башки Ваше дерьмо и полмиллиарда не соберет Понял? Это мы еще посмотрим Мы сделаем в 10 раз мощнее, тупее и дебильнее И народ это схавает В общем, благодаря восьмому форсажу Двейн Шлакоблок Джонсон И Джейсон всем пиздец Тедхам заимели свой отдельный форсаж Со своими тачками, девочками И отсутствием законов физики А дизелю для съемок девятого форсажа Пришлось заменить одного большого рестлера на другого Пошел вон Пошел вон! Я здесь никого не заставляю идти со мной Я пойду Я пойду с тобой, Торетто Джон Си... Ну а побочный продукт форсажа Стартует с того, как спецподразделение разведслужбы Ми-6 Спешит на штурм базы террористов Дабы изъять опасный вирус Эээээ, меня забыли! И вы поглядите какая милаха среди бойцов Да с такими внешними данными Ее первый попавшийся генерал Давно должен был к рукам прибрать А она по спецоперациям скачет Да и как такая миниатюрная девочка Во всей этой экипировке так лихо передвигается А террористы, в руках которых Единственный экземпляр уникального вируса Совершенно забили хрен на бдительность и безопасность убежища и не успел отряд закончить зачистку помещения, как тут же объявляется конкурирующая фирма, в лице главного дурачка, который, располагая на руках момента внезапности, решает вместо молниеносного нападения сначала повъебываться. А элитные вояки, которые только что без разговора глушили всех шокерами, решают послушать, что там несет этот отморозок. Итог предсказуем. Киборг прописывает спецназу снотворное с летальным исходом, а следом принимает уняш-мяш экзамен вождения задним ходом, который девочка с треском проваливает, после чего мега-быстрого киборга с системой предугадывания действий где-то за кадром ровно на 25 секунд парализует, что позволяет красотке спокойно вхолоть в себя вирус и свалить пешочком на добрые пару сот метров. А он только к фургону подошел. Он больной. И так как броситься в погоню на мотоцикле за пешей девчонкой слишком сложно, тупорез придумывает дерзкий план с подставой. Подмените запись из камеры. Типа она сама всех перебила. Пусть свои тоже ее ищут. Да, видать в МИ-6 сидят полные дебилы, которые не отличат сфабрикованную видеозапись от настоящей. Да и после того, как Супер Джанго по рации сообщил в МИ-6, что вирус забрала их сотрудница, Нас предали! Она забрала вирус! Сюда через 10 минут прилетела бы опергруппа с расследованием, когда бы эти орлы успели создать запись и подменить ее. Мда, если в Форсаже были хоть намеки на присутствие здравого смысла, то здесь... За него не волнуйтесь, он уже не придет. А я за вирусом. От меня не уйдешь. А это что сейчас было? От меня не уйдешь. А вот и те два предателя, кинувшие Дизеля. И это человека, который в 98-м году уже у самого Спилберга снимался, пока один из этих только в трусах по рингу скакал, а второй только плавки после Олимпиады просушил. Ну и что в итоге? При бюджете в 200 лямов всего 740 миллионов собрали. Против 1,2 миллиарда восьмого Форсажа. Ладно, оставим Солярыча в покое. К тому же наши подопечные уже на месте. Два наикрутейших агента, не так давно спасших мир от ядерной угрозы, отправляют выбивать информацию какой-то шпаны. Да, в ЦРУ и Ми-6 умеют расставлять приоритеты для сотрудников. А что бутылкой? Нормального почка пускающего оружия у суперагента не нашлось, но допрашивать ценного информатора, само собой нужно так, чтобы он при случае мог насмерть разбиться, до того, как что-то у него узнаешь. А вот после такого удара по кокушкам, вряд ли бы мужик был в состоянии сразу отвечать на вопросы. Ну или такой амбал, как Хоп, слегается не сильнее ребенка. Ну-ка, ну-ка, кого там ЦРУ поставило ответственным за поиск смертельного вируса? Конечно же, полного недоумка хрен заткнешь пиздобола Дэдпула, только здесь он такой словесный бред выплескивает на экран, что можно ненароком крышей поехать. У тебя кожа, как свежий персик. Татуху набил, как у Хопса. Остановись, вот что ты делаешь? Зачем? До такого пидермота не то, чтобы их в ЦРУ не приняли бы, да ему даже бы не позволили кошачий наполнитель заменить. Ну и вот, ЦРУшное банько отправляет Дуэйна Азбеста Джонсона в Лондон, разрулить ситуацию с вирусом и найти стройняшку-беглянку. В Лондоне же параллельно подключают к делу грозу мегалодонов Стэтхама. И это все? Ага, всего два тела на поиске солдата спецподразделения, который всего через три дня превратится в биологическую эпидемию мирового масштаба. Хм, да кому вообще это надо? Красотуля узнает, что ее подставили, и что за ней теперь охотится ее агентство, поэтому в квартире, куда она больше не планирует возвращаться, устанавливает растяжку. Ну а что, пускай коллеги с Ми-6 подрываются, ей не жалко. Еще и два брикета пластида, сразу чтобы многоэтажка сложилась, да? Видимо девочка ой как не любила соседей. И как-то нет желания учить работать разведслужбу Великобритании, но как бы уже часов 12 прошло после побега, а на хате до сих пор нет засады. Первая встреча волосатиков, от которой сразу пахнуло дешевой петросянщиной. Два ультрапрофессионала вместо того, чтобы заняться делом, сыпят друг на друга словесный шлаг уровня третьеклассников. Шоу отправляется на квартиру к нашей подружке, где его встречает пара вооруженных кретинов, которых Декард при желании, наверное, мог бы отмудохать, даже не вставая со стула. Они даже элементарный принцип работы гранат нахер послали. Декард вставляет Чеку на место, и это когда химическую реакцию в гранате уже не остановить. Чека выдернута, граната брошена, рычаг отделился, ударник наколол воспламенитель, пороховой состав замедлителя прогорел, срабатывает капсуль, он же детонатор, и все, пиздец Декарду. Ну а Дуэйн Минерал Джонсон, глянув записи с места кражи вируса, Приблизь место расправы. С помощью личного метода дедукции под названием «Хрен просышь», вычисляет место, где тусуется красотка. И нет, чтобы мешок на голову и на базу ее тащить. Вступает в базар с той, про которую сказали, что она весь свой отряд положила. Оперативник хренов увидел смазливую бабенку и поплыл, как пацан нецелованный. При этом 120-килограммовый бык чего-то там возится с 60-килограммовой девчонкой, которая еще так лихо махается на каблуках. И ладно, Хобс хочет взять красотульку живьем, но она даже понятия не имеет, кто это. Где ее ствол? Начертавись этот балет здесь. Хобсу все же эта херня наскучивает, и он доставляет беглянку в штаб. И не получив хоть капли здравых ответов по поводу, где вирус, выходит поболтать с дочкой, оставляя вместо себя слепую ущербу, который тут же профукал, как девчонка избавилась от наручников. И нет, чтобы по-быстрому вырубить дохляка и валить, ходячий секс чего-то там полчаса на нем удары стулом отрабатывает. Да, и когда в руках пушка, людей так-то на прицел надо брать, а не показывать мощность своих бедер. Но у девчонки свой принцип. Застрелить любой бы смог. На, понюхай между ног. Очень вовремя объявляется Декарт и спасает подружку. Подружка, это моя сестра. Сестра? Ура! Брат нашелся и сестра нашлась. Семья воссоединилась. Танцуют все. Так, стоп, есть ли она его сестра? Тогда какого хрена Декарт покинул штаб днем, а до квартиры добрался только к ночи? Как-то он не спешил искать сестру в самом очевидном месте. Пусть скажет, а на чем умрут вообще все? Умрут, потому что я и есть биооружие. Да что за ебаный пафос? На секретный штаб ЦРУ и Ми-6 совершается внезапное нападение, словно это хата среднестатистического алкаша. И что два барана поливая очередями мажут с 5 метров по крупным целям? Что суперкиборг, которому забыли обновить прошивку на меткость? И раз уж они пришли с крыши, стало быть добрались сюда на вертолете. Ну а раз так, не проще ли было на нем и улететь? А? И не было бы всего этого геморроя самоубийцей Хоббсом, которому и трос руки не протер до костей, и удар телом с высоты о жесткую кефировку врагов по барабану. А для белоручки Декарда, так удачно именно на этой стороне и этаже оставили удобный внешний лифт. Я бы в дул приходит в себя, хрен знает на ком и на огромной высоте, и сразу же смекает, где там у Брикса нож, и что там надо перерезать. И ей как-то похрену, что после падения, внутренние органы могут в плов превратиться. Ну а для Хоббса падение с огромной высоты, как яйца почесать. Главное, чтобы машина внизу стояла. Я слишком стар для всего этого дерьма. Тут же Хоббс на своем прессе ощущает всю прелесть супертехнологий. А Шоу чуть ли не в упор с хорватского автомата не может злоебушу в башку попасть. Злоебушу, с которым Декард еще и знаком. Декард Шоу, как же туха. Болливуд, иди домой, смена пришла. Жаль, что ты не с нами, друг. Рук? Да. А ты изменился. Он стал шире смотреть на мир. Плюс андроид в башке помогает уделать еще одного суперлысого. Но благодаря дружественной связке гранат, ударная волна которой работает только против темной стороны, семейно лысый кооператив уходит живыми из этой передряги. Просто ответь, зачем? Капсулы во мне, иначе бы он их забрал. И ладно, пусть бы забрал. Для чего такая жертва? Или в Ми-6 настолько дохрена платят, что можно вколоть в себя вирус, который через 72 часа все внутренности растворяет, превращая тебя в большую кастрюлю супа. Ебалу бы. А пока покатушки по столице Британии. Погоня, 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 погоня в горячей клави. После нескольких минут погони, МС-дос Брикстона все же сподобился кое-как просчитать лучший вариант перехвата. А Дуэйн Пулеритан Джонсон, зная, что его костям ничего не грозит, на полном ходу стопорит байкера голой рукой. Куда же без так вовремя перекрывающих дорогу парочки фур? Хоп, и герои оторвались. А нет, не оторвались. Классный байк у главаря. Остальным такие выдать было сложно, эффективность погони как бы повышается. Да, полезная приблуда. Такая только у меня и у Майкла Джексона. А вот после того, как Декард наебал Брикстона с его супер искусственным интеллектом, можно было попытаться добить этого хера, пока он там себя приходит. Как-то непрофессионально оставлять в живых того, кто вас при любом раскладе искать будет. Я его знаю. Он не отстанет. Еще день не закончился, а Брикстон уже вернулся в свою конру и объявил героев по всем телеканалам в розыск. Лысики мало споохали, и буквально за полчаса, находясь в международном розыске, по краюшку газеты находят русского ученого, создавшего вирус. Русская газета. Рядкая газетка. В Лондоне есть только одно место, где она продается. И чтобы мужикам не куковать у ларька неделю, ученый так удачно приперся за газетой именно сегодня. Существует аппарат, способный извлечь вирус. Который в супер защищенном центре злодеев. Еще и где-то на границе с Россией. Но вот снова дикая удача. У Декарда в России есть контакт милой наружности. Подделав документы, сменив внешность, и раз их разыскивают все спецслужбы и органы правопорядка, то остается только один способ. Привычные пути нам теперь закрыты, придется менять тактику. Прошмыгнем под носом. Поэтому летим регуляркой. Да что ты, неужели? Это самая идиотская вещь, что я слышал в своей жизни. Очередную перепалку двух мужиков прерывает воздушный маршал. Естественно, такой же Дегрот, как и все остальные здесь. В курсе, чем я занят? Весь день, блин, летаю в проперженной банке. Задолбался. Маршал за пять минут так проникся к неизвестным мужикам, что готов вступить в их ряды и создает задел для будущего рояля в кустах. Подгоню, что хотите? Хоть бизнес-джет, хоть Боинг 747, даже вертолет. Этот сброд вносит в нашу жизнь дисгармонию. Русская знакомая Деккарта обитает неподалеку от Москвы. В старинной усадьбе с золотыми куполами. Ну да, без веры русским, что бандитам, что шпионам нынче никуда. Деккард шел? Маргарита. В общем, пока герои разводили срач в самолете, Риточка зря времени не теряла. И вот точное место расположения и план главной лаборатории злобной корпорации. Хотя еще сутки назад все считали, что данной конторы не существует. Корпорация-призрак. Все считают ее мифом. А тут вам нати, планы, чертежи и прочая лабуда для комфортного налета. Еще и номерок главного козла пидора имеется. Набрали, встретились и передали красотульку. Ты внутрь не пойдешь, нет. Схема, когда один должен отвлечь на себя все внимание, засветиться, пока остальные заняты делом. План говно? Не то слово. А что если они уже сварили новую порцию вируса? Ученые-то уже у них? Может прибор для извлечения вируса у них с собой, и они прямо в машине извлекут его из милашки? А ее грохнут. До десятки вариантов, что чудо-женщина скопытится раньше, чем форсажники доберутся до лаборатории. Но все пучком. Джанго прибор с собой не взял, везет прямо в лабу потенциального врага. А два невъебенно каких профессионала десантируются прямо на лабораторию в дневное время. Зловещий голос из динамиков приказал взять лысиков живыми, чтобы попытаться переманить их на свою сторону и сделать из них таких же киборгов. А вот хоп сошел, если пригодятся эти органы, завербуй их. В результате чего проникновение в лабу происходит довольно легко, что совершенно никак не смущает лучших оперативников. И раз приказ брать живыми, чего этот хмырь за огнестрел взялся, Да и логика главаря непонятна. Нет, чтобы задержать голубчиков сразу после приземления, на кой-то хрен дает им возможность покалечить часть своего персонала. Вон под раздачу даже отличный моторист попал. Кто теперь будет тачки чинить? Какой смешной момент, а? Декард не может найти нужного человека, чтобы открыть дверь. А не проще ли было пройти через дверь Хоббса, чем каждую тушку к сканеру таскать? Воистину планета напичкана идиотами. Ну и если надо по сюжету, то два непобедимых хрен завалишь здоровяка вырубаются легким ударом в затылок. А связанная куколка тем временем из положения лежа мочит охрану. Забирает прибор по извлечению вируса и валит, даже не подумав взять у охраны ствол. Действительно зачем он, когда ты на базе до зубов вооруженных головорезов? Хотя зачем он ей, когда вон оружие валяется на каждом углу, как игрушки в детской комнате? Брикстон пока же пробует уболтать героев, вступить в их ряды и попутно пытает током при помощи 12-ти вольтового аккумулятора. А дальше очередной говноплан от красотки. Ворваться в толпу и начать угрожать пистолетом, даже не проверив его. А для активации этой пушки нужен чип. Это так тупо. Но ситуацию разруливает ученый с огнеметом. И пока среди обстрелянных бойцов идет паника и дезориентация, кудряшки рвут цепи, которыми были обмотаны с головы до пят. Сейчас блеванул. Уходим. Уверен? Валим. Зачем, если вы только что часть мудаков железяками отделали? Добивайте уж всех. Отсасывайтесь, девчонки, вирус и в пивбар бухать. Ах да, время на вашей бомбе заканчивается. Ну вот для таких непредсказуемых операций, надо иметь бомбы с дистанционным детонатором. А если бы красотка промедлила с освобождением на одну минуту, то тут бы всех на ошметки раскидало бы. Один бетонные стены и колонны сносит как песочные, другой куда бы тачку свою не направил, везде нужного размера трасса образуется. Хоть по крану проехать, хоть слепую в цех влететь, везде зеленый свет. Дроны по умолчанию кладут пули только позади. Ахуевертливые пируэты на огромной скорости, с падением с огромной высоты, так будто кочку перескочили. Что Хоббс, что Шоу удирали с одного места. Теперь вдруг по разные стороны оказались. Легким движением руки, Хоббс подцепляет свой будущий лежак, но следом так же легко и непринужденно, вся остальная пиздобратья собирается на тягаче. Вот живучий. И вот черный Супермен. Я черный Супермен. Мнет снаряды одной рукой и рвет болторезы. А два лысых тела никак не сломает. И только наметился шанс замочить англичанина и самуанца, как все портит эта ебучая падающая труба. Но и везде должен быть баланс. Раз здесь героям повезло, то стало быть... Прибор сильно поврежден. Ну и поэтому надо лететь не в ЦРУ, где наверняка найдут нужного спеца и оборудования для починки, а на остров в Тихом океане к своей семье, где автомеханик обязательно все восстановит. И раз принято решение лететь на родину Хоббса, то тут ребяткам и пригождается тот самый рояль. Замутить ваш перелет из этой дыры было сложно. Куяся. Быстро, однако. Очень быстро. Чувства времени тут вообще отсутствуют. Ребятки в международном розыске и за сутки долетели из Лондона до Москвы, тут же до границы России в секретную лабораторию, и тут же махнули в центр Тихого океана на остров. Вы видели, что творят эти ж... Черт, в какой стране мы живем? Дома Хоббса, естественно, встречают мордобоем и шлют нахрен. Но после пиздюлей от матери, старший брат от чумелой ручки соглашается помочь. Остается только подготовиться к приходу Джанго с братвой, а из оружия только это. Нас же перестреляют как уток. Ну трус не трус, но без чипа. Оружием и теона не воспользоваться. Перчатка еще у тебя? Думаешь, можно хакнуть? Конечно можно, ведь красотуля еще и дипломированный хакер первого разряда, и доцент по взлому военных технологий в одном флаконе. Да и для хакинга имеется все необходимое оборудование и программное обеспечение. Прямо остров чудес. А система блокировки оружия взламывается за пару минут, словно коплена на барахолке села Залупинск. Ретрансляторы блокируются только на 6 минут. Ну кто бы сомневался? Стартует подготовка местности по примеру фильма «Один дома». Братан буквально за пару минут до нападения восстанавливает прибор, но фильм такого формата ну никак не может обойтись без тревожного таймера. Поэтому изъятие капсул с вирусом из тела красотки будет произведено ровно за 30 минут, ни больше, ни меньше. Декард нагнетает ужаса, типа что им придется иметь дело с настоящим стратегом военного дела. Брикстон всегда атаковал перед рассветом, под покровом ночи, когда враг измучен. Стратег, который всем своим караваном несется в логово, будто абсолютно уверен, что у противника из оружия только топоры и вилы. И вот не знаю, какой еблан придумал оружие с цифровой авторизацией, но на случай глюков системы можно было и ручной антиблокиратор предусмотреть. Например, под печатку пальца. Беря во внимание, что против Брикстона выступила семья Хоббса, тот петому киборгу убийцы как-то не с руки ломать им шеи. Ограничился мало травмированными ударами до швыряния мопедов. Да и Хоббсу несказанно повезло, что за те 25 лет, что он не был дома, братаны не рыбу ловили, активно банки качали, да морды бить учились. Главная задача лысых не дать Брикстону завладеть вирусом, но при этом приятное глазу хранилище вируса находится прямо в центре основного рубилова. Видать, на острове площадью в 3000 квадратных километров не нашлось укромного места, где можно было бы схоронить девчонку. Аппарат откачки вируса запустили еще перед рассветом. Сейчас на улице вовсю уже день, а таймер всего 8 минут отщелкал. Не знаю, что там хотел устроить водила, но взрывать рандомные сараи как-то непрофессионально. А все только для того, чтобы взрыв взял, да и случайно оглушил девчонку, которая до этого вообще никак не реагировала на отрицательные воздействия на свой организм. А тут нати, звон в ушах, голова Бобо, еще и сама к вертолету подошла. Пи***ец, как странно. Поцелованные сценариста мужики цепляют вертушку цепью с первого раза. А черный ястреб, максимальная взлетная масса которого 11 тонн, обсирается и не может поднять машину весом меньше тонны. Семейка Хоббса того же поля ягода. Что не бросок крюков, то все в зацеп идут. И как-то странно, зачем за героями ведут погоню черные джипы, если они просто не спеша тащатся позади. И совершенно никак не мешают братьям себя обгонять и продолжать усиливать колонну. Брикстон выжимает последние из вертушки, стараясь сбросить всю колонну с утеса. Как на помощь семье приходит система закиси азота. Не делай этого. Прямо как знали на все драндулеты повтыкали эту приблуду. Ну и как только положение вырулилось, все тарантасы самопроизвольно расцепляются, словно по команде. А, ну теперь понятно, для чего нужны были черные джипари. Просто дотянуть до западни и выпилиться всем скопом. Цепь рвется и Хоббс демонстрирует, что может держать вертолет не хуже Стива Роджерса. Хотя Роджерс по сюжету обколот сывороткой суперсолдата. А этот пока вроде как обычный человек. Но всем насрать. В третий раз за девочкой никто нормально не следит. Что там? Что там? Что там? Пиздец. Вот что. Мы падаем! Неужели? Да ты, Брикстон, наблюдательный. Да, и в такой мясорубке все остаются целыми. Если этим хоть вода что-то там смягчила, то этим-то что помогло целыми остаться? Камешек в сланец попадет, орешь от боли. А здесь на вертолете расхуялись в кашу, и хоть бы кто ребро сломал. Когда таймер на экстракторе будет на нуле, выпусти мне я всю обойму. Да как он ее убьет? Когда, сука, сценарист и горючее так удобно разлил, и кабель искрящийся в руку вложил, еще и постоянно отвлекает стрелка какими-то головными болями. Так что милашка легко выруливает из, казалось бы, безвыходной ситуевины. Все так же из положения лежа. Финальный файтинг по законам жанра. Два враждующих мужика отхватывают по щам, так как действует порознь. Но стоит объединиться, Надо давить вместе. Я подставляюсь, ты бьешь. Потом поменяемся. И андроид в башке Брикстона сразу же начинает фризить и лагать. Тайный голос корпорации зла за некомпетентность на рабочем месте освобождает своего лучшего бойца от службы. Хотя, как по мне, надо мочить программистов, которые не смогли прописать программе алгоритмы боя против двух и более человек. В общем, как и сказал Дуэйн Каучук Джонсон в начале, Мы сделаем в 10 раз мощнее, тупее и дебильнее. Когда данный ролик был на стадии монтажа, из-за океана пришли вести, что Дуэйн Арматура Джонсон помирился с Дизелем. И как факт возвращается в состав Форсажа. Вот так вот. Так что, если недавно было Пошел вон. Пошел вон! То теперь, походу... Прости. Да вот еще. Прости меня. Ладно! Прощаю! Продолжение следует...